Уже сегодня ночью сборная Казахстана по футболу сыграет третий матч в отборочном цикле Евро-20-24. Соперником будет команда Сан-Марина. Игра пройдет в городе Парма на стадионе Эннио-Тардини. Для главной команды страны это будет первый в истории матч на территории Италии. После прибытия на Апеннинский полуостров коллектив уже провел тренировку. О предстоящей игре подопечных Магомеда Адиева в материале моих коллег. Футбол, Италия, город Парма. Именно здесь сегодня пройдет очередной матч сборной Казахстана в рамках отборочного этапа первенства Европы. Дело в том, что на стадионе Сан-Марина сейчас идет капитальный ремонт. А это единственная площадка, отвечающая требованиям УЕФА. Поэтому Европейская футбольная ассоциация разрешила казахстанским парням сыграть на другом поле. Выбор пал на арену Эннио-Тардини. Первую тренировку казахстанская команда провела еще вчера. Сборная выйдет на поле в качестве фаворита. Историческую победу над датчанами болельщики помнят до сих пор. Настал тот день, когда нашу сборную относят к фаворитам. Наверное, это приятно. И мне, как тренеру, и, наверное, думаю, и болельщикам. Но что-то это значит для меня или нет? Абсолютно нет. Я к этим вещам очень спокойно отношусь. И когда нас к роли аутсайдеры относят и к фаворитам, я понимаю, что за это никто очки не дает. Игра решает, кому достанутся эти призовые очки. Аббата Ембетов не сыграет в сегодняшнем матче. Бауржан Исламхан и Аслан Дарабаев покинули сборную из-за травм. Остальные ребята в строю. К сборной присоединился актюбинец Алибек Касым. Его появление в команде болельщики ждали долго. В игре также Асхат Тагберген и Бахтийор Зайнуддинов. В сборную сюда приезжаю с позитивным настроем, потому что мы защищаем честь страны. Но то, что выиграли кубок, это вдвойне, можно сказать, воодушевило меня. И сейчас физически и духовно я в порядке. Подопечные Магомеда Адиева занимают третье место в группе «Аш». Матч Сан-Марины-Казахстан начнется в 12.45 ночи по времени Астаны. Пожелаем ребятам удачи в важной игре. Санек Убрасарова Айбек Кабылша из Италии специально для Хабар-24.